Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Эрнст Людвих Кирхнер. Немецкий художник, график, скульптор, представитель экспрессионизма. Родился 6 мая 1880 года в Ошенбурге в семье инженера-химика Эрнста Кирхнера. В 1901 году окончил гимназию, поступил на факультет архитектуры высшей технической школы в Дрездене. Здесь он познакомился с Фридсом Блейлем, разделявшим его интерес к живописи. В 1903-1904 годах Кирхнер учился в высшей технической школе в Мюнхене. Также посещал учебно-экспериментальную мастерскую свободного и прикладного искусства фон Депшитца. В 1905 году вернулся в Дрезден, где получил диплом архитектора. В 1905 году четыре студента архитектурного факультета высшей технической школы в Дрездене, Эрнст Людвих Кирхнер, Фридс Блейль, Эрих Хеккель и Карл Шмидт Ротлув образуют группу «Мост», в которой началось становление немецкого экспрессионизма. В 1906 году Кирхнер пишет программу группы. Летом 1907 вместе с Максом Пихштейном едет в Капельн возле Дрездена, где много рисует. В 1908 году работает на острове Фемар. В 1909-1911 годах едет рисовать на Мальцбургские пруды. Я беру данные из Википедии. В 1906 году в конце появляются первые портреты Кисти Кирхнера, на которые изображена его подруга жизни Дадо, Дорис Гросси. В этот период он также открывает для себя новую тему – жизнь в рите и цирках, которую будет разрабатывать в последующие несколько лет. Состоит в группе художников новый сенсацион. В октябре 1911 переезжая до Берлина знакомится с Эрной Ширинг, впоследствии ставшей гражданской женой Кирхнера. Тогда же основывает с Максом Пихштейном институт современного преподавания живописи. В его живописи появляются новые темы – жизнь большого города, его улицы и архитектура – человеческие типы, характерные для столицы. В 1914 году участвует в художественной выставке в Кельне. С началом Первой мировой уходит добровольцем на фронт, но уже через два месяца его временно отстраняет от службы и помещает на лечение в психиатрическую больницу. Война казалась художнику кровавым терновалом, и он пытался отравиться с приступами паниками с помощью алкоголя и морфина. В 1915 году был окомиссован из армии из-за болезни легких и направлен на лечение в санаторий. В 1917 переезжает на жительство и лечение в Швейцарии, пишет «Альпийские пейзажи в стиле экспрессионизма». В 1919-1920 годах его здоровье улучшилось, он много работал в Германии, Швейцарии. Прошли его выставки. В 1923 году Кирхнер организует большую выставку работ в БАЗах, становится членом Прусской академии искусства в Берлине. В 1937 году художник был причислен нацистами и представителем так называемого дегенеративного искусства. 639 его работ были удалены из немецких музеев. Часть была уничтожена. 25 картин демонстрировались на показательной выставке дегенеративного искусства, который лично Гитлер объявил оскорблением нации. Здоровье душевное и физическое Кирхнера неуклонно ухудшалось. 15 июня 1938 года, измученный болезнью и пристрастившись к наркотикам художников, совершает самоубийство в собственном доме. Его гражданская жена Эрна Шивинг получает разрешение до самой смерти носить фамилию Кирхнер. Ну вот так вкратце о немецком художнике, графике, скульпторе, представителе экспрессионизма Эрнст Людвиг Кирхнер. Пока-пока, до свидания. Эрнст Людвиг Кирхнер Эрнст Людвиг Кирхнер Эрнст Эрнст Людвиг Кирхнер Эрнст Людвиг Кирхнер Продолжение следует...